мир вам всем доброго здоровья после небольшого информационного отпуска мы снова начинаем свою деятельность помаленечку будем опять показывать репортажи всякие видео хотел сегодня поделиться сегодня у нас июнь даже еще половина июня нету очень приятно начала уже созревать вот и я так любил сорта интересные большие но как бы и люблю то есть еще когда еще в городе жил и мне хотелось всегда чтобы был вот это сорт два сорта бакчарский великан и я купил наконец-то наконец-то у меня есть полисадник посадил и вот уже в прошлом году было немножко ягодок в этом году вот смотрите уже видно уже прям намного больше вот тут вот тоже прям веточки такие тяжелые сейчас даже немножко подвязать пришлось вот здесь какая-то какая-то безродная жимолость ну то есть какой-то у нее есть сорт я не знаю мне и просто подарили вот и жимолость сорта амфора тоже вот такие крупные ягоды прямо таких несколько штук первая года но дело в том что вот она еще не вся все сорта кроме кроме сорта бирель вот бирель интересная жимолость мы ее тоже купили в этом году посадили будем смотреть как она себя ведет говорят что она не опадает в этом году вообще интересная погода мы живем здесь десять лет будет осенью никогда такого не было что вот весна начало лета начинается с больших дождей дожди идут идут ну кратковременно то есть там был там вчера например сегодня завтра нет а потом опять дождь вот и даже видно что земля как бы на поверхности вроде сухая а вот так вот копаешь раз все там уже мокрое потому что ну реально были дожди все саженцы которые мы садили слава богу тут принялись как тут потихонечку растут что-то 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 немножечко зимой это и подмерзло потому что в начале осени было мало снега и мало снега и сразу мороз наступил вот и как-то что-то я не догадался прикрыть если честно а потом когда уже когда уже понял и увидел уже было я хотел еще поделиться одним интересным случаем тоже саженцами черноплодки надо пойти в огород часа покажу и расскажу очень интересный вот у нас черноплодка 3 саженца мне подарил мой родственник значит когда мне подарил у меня огород еще был небольшой я их посадил ну вот видно там вот трава вот это вот как на покосе пырей вот и просто выкопал там квадратики небольшие на штык и посадил и вот они как бы растут там как-то вяло тихо так вроде год второй проходит они вот как были там небольшие я думаю странно думать то ли они какие-то хилые то ли что вот а потом когда я огород расширил в прошлом году мы его расширили пересадил оттуда сюда как бы чтоб чтобы лучше росли и чтобы там мало ли там кто козы сидят короче они в прошлом году начали набирать силу вот и смотрите то есть они прошлом году были вообще прям ну прям поменьше когда их садил в этом году смотри какие обильные в этом году уже начали цвести вот они уже ягоды вот появились там вот на том мою кусту на этом кусту дело в том что потом я узнал тоже как это земледелем занимаемся помаленечку опыта набираемся что вот этот пырей он очень сильно душит душит вообще все вот и душил все эти годы получается нашу черноподку она не могла никак развиваться и вот когда я сюда уже теперь посадил вот теперь прямо это все так воодушевило все так начало расти об этом простоте для тех кто не знает имейте ввиду я лично не знал вот у меня кстати еще виноград там есть тоже какой-то хиленький вот теперь я понял то есть надо его короче как-то будет пересадить опыта найти место и возможно он будет нормально расти вроде как пытаюсь там каждый год что закрывать открывать там в общем вот так вот все всем еще раз мира любви добра задавайте вопросы значит готов отвечать на любые вопросы по хозяйству там ну и вообще буду снимать под это специально ролики вот под запросы под вопросы наших зрителей будет продолжать жизнь что-то делать показывать все оставайтесь богом